С Верой в спорт И Данила Кочкин Один из тех людей, кто являлся инициатором введения, внедрения слэдж-хоккея в городе Кирове А также профессиональный игрок в слэдж-хоккей на протяжении нескольких лет Добрый день, Данила Добрый день Итак, особенные дети и спорт для особенных детей Вот тема нашей сегодняшней программы и, конечно, слэдж-хоккей Давайте сначала разберемся, для чего же нужен спорт для особенных детей И что мы включаем в понятие особенные дети Наталья, слово вам Особенные дети в нашей стране это ребята, которые имеют инвалидность по какому-либо заболеванию Ну, так принято их называть особыми, хотя они так себя, конечно, не позиционируют Если у нас в России это дети с ограниченными возможностями здоровья То во всем мире это дети С дополнительными потребностями Да, с дополнительными потребностями Обожаю эту разницу Очень хорошо показывает то, что в мире у нас существует сейчас, в России и в мире Да, к сожалению, такая разница Сосуществует Пока И, естественно, раз у них особые потребности, соответственно, для этого нужны и обратная реакция для этих детей У многих в программах реабилитации существует такая прописана рекомендация в адаптивной физкультуре И поскольку мы очень тесно общаемся со всеми нашими подопечными, которые обращаются к нам в фонд за различными видами помощи То мы понимаем, что и родители, и дети хотят дополнительно заниматься спортом У нас был проект в течение двух лет по игре в бочи С удовольствием ребята играли И в прошлом году получили первые... Что такое, расскажите? Это игра в мяч Для меня она чем-то напоминает керлинг Там есть такой небольшой белый мячик, который ребята вбрасывают в середину И команда или просто несколько соперников разными мячами разного цвета должны этот белый мяч выбить То есть это, ну, что-то она керлинг понимает, дом выбивает, тут такая же ситуация Ребята могут играть тоже с различными видами заболеваний, в том числе и с ментальными нарушениями С удовольствием два года реализовывался этот проект Сейчас мы готовим уже на третий год Написали заявку нашему дорогому и любимому спонсору Надеемся, что он нам в этом поможет Не будем говорить, кто это Не будем говорить Он нас слышит Ребята с удовольствием ждут Для них это, прежде всего, конечно же, возможность социализации, общения Они учатся взаимодействовать друг с другом Учатся общаться, радоваться, достигать побед Ну и для нас тоже большие радости, когда они получают результаты У нас как раз по Бочи два первых спортивных разряда в этом году мы получили Двое ребят Это просто, ну это супер И для ребят, и для команды, но и для нас, как для координаторов этого проекта Поэтому мы решили не останавливаться на достигнутом и пойти немножко дальше Ну почему не хоккей, когда у нас есть для этого возможности И самое главное желание детей и взрослых Тем более у нас есть прекрасный опыт нашего подразделения в городе Чебоксарах Которое его успешно реализовывает А подразделение фонда это чудо? Да, в городе Чебоксарах То есть в Чебоксарах уже проект по следующему хоккею реализован Детский проект Да Расскажите, каковы успехи там? Сразу же этот проект тоже с очень активной скоростью начал развиваться При поддержке и спонсоров И что немаловажно, Министерство спорта Чуваши Они и лед предоставили им бесплатно Первые результаты тоже появились буквально сразу Два мальчика, в том числе вратарь, попали в детскую сборную России То есть сейчас они ездят на интенсивы, тренируются, готовятся к выезду Вот буквально совсем скоро они должны полететь в США Да, для того, чтобы там сразиться с ребятами Америки Уважаемые слушатели, сразу же говоримся Тот проект, о котором мы сейчас говорим Это мир хоккея для особенных детей Это слэдж-хоккей для особенных детей здесь в Кирове Есть возможность прийти буквально всем, да, Наталья, мы говорим? Да И совершенно бесплатно получить иммуницию И заниматься под присмотром тренеров Об этом мы еще подробно скажем Занятие у нас какого числа проводится? Мы стартуем с 25 ноября А заявки принимаются? А заявки принимаются до 25 ноября Но чем быстрее вы это сделаете, тем это будет лучше Потому что здесь вопрос стоит еще в приобретении экипировки Она индивидуальна под каждого ребенка И поэтому чем быстрее мы узнаем антропометрические данные Вашего мальчика или вашей девочки Мы приглашаем как мальчиков, так и девочек от 7 до 14 лет Тем быстрее вы станете членом нашей команды И приступите к тренировкам И давайте обязательно укажем, Наталья, что все-таки, к сожалению, не все детки имеют возможность пойти Это связано с физическими, да, какими-то особенностями ребят Кому непременно стоит идти? Расскажите Конечно, мы приглашаем ребят с поражением опорно-двигательного аппарата Ребят с ДЦП Ребят со спинально-мышечной атрофией Со спинобифида Ребят с расстройствами аутического спектра Но оговорю сразу Если вам это не противопоказано по медицинским показаниям То есть обязательно после того, как мы с вами встретимся на первом родительском собрании Вы должны будете предоставить нам справку из медицинского учреждения В которой будет написано, что вашим ребятам не противопоказано заниматься именно слэдж-хоккеем И теперь давайте перейдем к понятию слэдж-хоккея Данила, вопрос к вам Что такое слэдж-хоккей? Насколько он отличается от того хоккея, который мы привыкли смотреть по телевидению на катках? Ну, слэдж-хоккей, он, в принципе, по всем правилам игры Он не отличается от простого хоккея Единственное, что вот Это, во-первых, все те болезни, которые перечислены Но с ними будет сложнее Трудности в передвижении, поэтому ребята не могут ездить на коньках То есть стоя на ногах А для этого есть специальные сани Да, то есть есть санки, которые как раз состоят из определенного сиденья К этому сиденью крепится рама А под низом идут два лезвия Для начала идут два лезвия По ширине стоящих, да? Ну да, они на определенной ширине стоят друг от друга Там, может, 3-4 сантиметра И чем больше, значит, чем больше опыта у того или иного игрока Да, тем уже, тем уже становится расстояние между этими лезвиями И потом в итоге вообще как бы у профессиональных спортсменов Да, у них уже одно То есть на одном... На одном коньке так На одном коньке, да, лучше маневренность, лучше скорость Лучше передвижение, лучше игра Это все регулируется в пределах одного оборудования Или это разные кресла нужно закупать? Ну, в зависимости от разных, так сказать, игроков От разных особенностей болезни человека, да, то есть игрока У кого-то, ну, я напрямую с этим сталкивался То есть играл я в него То есть, если, допустим, у меня ампутация голени, да То есть пол ноги, грубо говоря, есть Соответственно, и плюс рост еще у меня там метр восемьдесят пять Соответственно, как бы и санки-то они должны быть подрост примерно А у кого-то нету, допустим, обоих ног полностью И там, соответственно, они меньше Тут же это же... Ну, это все корректируется Уже в более развитых командах, вот, профессиональных Есть определенная техника, которая, в принципе, настраивает все это оборудование Вот, уже там... А некоторые... Более профессиональные ребята, они сами под себя настраивают санки И клюшки, и точат там даже сами То есть, как бы... Деткам, наверное, это сложно Ну, для детей, да, конечно, для детей Ну, для детей это... Они этим не будут заниматься Да, но важный вопрос вы затронули, извините, что перебиваю технику Анталия, то есть будет какой-то человек, который будет ответственен за оборудование, которое будет предоставлено Конечно, будет Ну, по крайней мере, из тех возможностей, что нам предоставляет Союз Мы будем вместе учиться, как это делать Потому что, сами понимаете, что это новшество, такого никогда не было И будем учиться этому Возвращаемся к экипировке Что еще в стандартную муницию следж-хоккеистов ходит? Ну, как у всех хоккеистов, то есть там... Средства защиты? Ну, средства защиты, да Щитки, шлем Ну, это единственное, что там клюшки не такие, как у обычного хоккеиста Вот, это хороший вопрос То есть там идут две специальные клюшки В правую и в левую руку, соответственно И с помощью этих клюшек игрок как набирает скорость То есть отталкивается руками Вот И держит равновесие И плюсом, какая уж там у него в итоге будет рабочая, так сказать, рука То есть правая и левая Забивает голы, дает пас И, в принципе, ну, с помощью этого С помощью клюшек Клюшки-то в основном, это как санки Ну, два основных атрибута Клюшки тоже специальные Да Насколько я понимаю То есть они имеют какую-то поверхность С помощью которой талкиваются То есть ребристую поверхность Ну, да, там идет Иглад Там определенные, ну, определенные усики Которые цепляют залет металлические И они с помощью них, соответственно, как бы идет Двумя руками, да Двумя руками Где-то одной, одной бывает То есть ты когда ведешь шайбу, да То есть, соответственно, ты где-то одной отталкиваешься рукой И стараешься одной рукой набирать скорость Ну, это уже более таким, уже более опытные игроки Это уже профессионалы так делают Да, да, да И просто я вот считаю, что сейчас Сейчас на первом этапе, да То есть, вот, насчет техники затронули То есть, тоже мы будем что-то думать Смотреть с техникой Но пока нужно научить бы детей Хотя бы садиться на санки Выходить на лед То есть тут технику особо-то как бы и не нужно пока Да, то есть может это своими там силами И точить постоянно там, допустим, на первых этапах лезвие Да, нет необходимости Потому что они там, они будут потихонечку начинать учиться Передвигаться Передвигаться в санях Передвигаться в санях Да, то есть передвигать свое тело с помощью рук Это тоже достаточно тяжело Я сказала, нужно особо отметить, что Данила Необыкновенно значимый вклад вносит в дело По развитию слэш-хоккея здесь в Кировской области Учитывая, что у него самого богатый опыт внедрения слэш-хоккея Здесь в Кирове в том числе Но он сейчас оказывает консультативную И мы надеемся некоторым образом тренерскую помощь Да, для ребят То есть он уже своим опытом покажет, как это все будет происходить Данила, в связи с этим к вам вопрос Как вы пришли в слэш-хоккей Почему он вам стал интересен? Лично вам Ну, я вообще как бы в спорте с 18 лет Ну, для себя То есть я профессионально занимался Грубо говоря Начинал с подвальной качалки Потому что мне нужно было для себя Ну, ввиду своих особенностей Априловных особенностей Вот, здоровья То есть надо было поднимать как-то самооценку самому себе Чтобы в жизни как-то себя реализовать Ну, тогда условий, наверное, других не было, да? По сути Ну, да, у меня просто травма с 9 лет И как бы я живу с этим Вот И я только теперь понимаю, что это легче Когда у тебя Ты с этим живешь Ты к этому привыкаешь Как-то ты в социум входишь Потому что я знаю ребят, которые после армии Получили такие травмы Замыкаются в себе Замыкаются в себе, да Дома сидят Некоторые вообще спиваются То есть тяжелее уже в определенном возрасте Как бы с этим смириться А когда-то с детства это все Ну, и вот, в принципе, занимался я занимался Как вы узнали с ладжи хоккею? Ну, я узнал после Во-первых, после Олимпиады нашей Паралимпийской В 2014 году, да В Сочи, которая была Вот И тогда, в принципе Я познакомился с Ильей Волковым Это у нас Шкирово-Черпецкий Да, он паралимпиец Он сейчас живет в Москве Занимается в сборной То есть И, кстати, вот я Немножко перескочу Как бы с темы на тему Да, но скажу вот еще Момент такой, что Как бы, ну вот Ввиду того, что я занимался То есть есть определенные там С паралимпийцами связи То есть Мы общаемся Встречаемся Когда там в одном городе оказываемся Вот И я тут как раз с Ильей Волковым Разговаривал Я ему сказал, что Вот тогда я еще говорил Когда я пытался Вот несколько лет назад Когда я вернулся в Сыжевск Попытаться тут что-то Открыть Этот слэш-хоккей И тогда я еще с ним разговаривал Хотел, чтобы он приехал И там На первую тренировку, грубо говоря Если бы все получилось Вот Чтобы Как Показал, грубо говоря И вот тут недавно Я с ним снова поговорил Сказал, что вот у нас Теперь уже есть Больше возможностей То есть Благодарительный фонд Выиграл грант Вот И сейчас Набираем ребят И вот Если все А все получится Конечно же Все почти получилось Делали роман И я попросил Вот Может быть ты приедешь Как бы Он вроде согласился Дал согласие Он там со временем Как бы определится То есть На какую-то из показателей Тренировок Просто с ребятами Пообщаться И Это замечательно Будет такой стимул Для ребят Да И такая поддержка То есть Ну это вообще Просто неоценимый вклад В наше развитие В наше продвижение И надеемся Что эта команда Ну это такая Первая ласточка Такой опыт И в дальнейшем Мы уже выйдем На более высокий уровень И будем ребят Готовить уже Целенаправленно До того Чтобы они Были представителями Кировской области На определенных соревнованиях Побеждали Побеждали Завоевывали медали Заражались любые экспорты Заражались другие Ну а сейчас самое главное Чтобы вот они Получили радость И возможность Особенно для тех Кто хотел бы Хоккеем заниматься Вот играть Получать удовольствие От общения В команды С другими ребятами Мы обязательно Поедем в другой город Получим практический опыт Работы Игры Такого соревновательного Плана Ну конечно Это будет товарищеский матч Но сам выезд Само участие Сопричастность К такому Ребят всегда Это очень мотивирует Да Они всегда Заражают Такой энергией Из них Эта энергия Тоже Выходит И Ну это не передать Да Отмечу также Что Данила Как я уже сказала В самом начале программы Являлся одним из инициаторов Создания команды Последствующих хоккея Здесь в Кирове Но это была команда взрослых Да И Данила здесь Все в принципе Самостоятельно Да Пытался сделать Правильно я говорю Ну да Это были первые Такие попытки Вот как раз Наверное Предпервые Ласточки Говорит Наталья Для того чтобы Последствующих хоккей Здесь в Кирове появился Да И вот спустя несколько лет Все становится Реальным Да Ощутимым И фонд будет помогать Многим-многим ребятам Добиваться Как раз о чем Данила говорит Развиваться Социализироваться Да И получать Создавать свои цели Да Достигать своих целей Конечно Ну и это же Очень важно Для физического здоровья Ребенка У которого есть Какие-то трудности Какие-то заболевания Это всегда Такой положительный Отклик От игры Он всегда Еще и физически На ребенка Очень здорово влияет То есть Появляются Такие двигательные Компетенции Которые возможно При специально Созданных условиях Там где-то в зале И так далее Возможно Не появились А здесь Они уже Сами собой появляются И это очень здорово Это ребятам Помогает Улучшить их Жизнь В плане Физического Развития То есть Мы можем Ну не гарантировать Не обещать Но Вполне возможно Такое Что физическое состояние Ребят Улучшится Конечно Мы надеемся На это Потому что Важно понимать Что мы У нас И тренера Это люди Которые имеют Образование Прежде всего В направлении Физической культуры Это обязательно И важно И вся работа Будет выстроена По программе То есть Мы Наши тренировки Не будут иметь Какого-то хаотического Характера То есть Это все Будет выстроено Есть методика Конечно Есть методика Прежде всего Мы опираемся На методику Санкт-Петербургского Научно-исследовательского Института Физической культуры У них есть Специальные Рекомендации И плюс Мы взяли Опыт еще ребят Других команд Которые занимаются Не первый год Которые сами Свои программы Тоже разрабатывают Например Такие как Команды Югры У них называется Программа Наши сани Едут сами То есть Такая авторская Программа Мы чуть-чуть Что-то взяли Там Здесь То есть Мы там уже Будем пробовать И искать Но то есть Это все будет На методологической Основе Которая связана И с адаптивной Физкультурой Ну и конечно С физической культурой В общем Прежде чем Рассказать о тренерах Которые будут С ребятами заниматься Еще Данил Вопрос Все-таки Меня вот Лично волновал Бый следующий аспект Что хоккей Это все-таки Такая игра Настоящих мужчин Грубая В чем-то даже Жестокая Но здесь Лечь идет о детях Особенных детях Насколько я понимаю Здесь правила Несколько будут Смягчены Или нет То есть Как это будет Проходить Насколько это будет Безопасно Для ребят Ну Сейчас Нужно Во-первых Нам понять Какие Какие ребята Будут С какими Особенностями Здоровье И уже Из этого Исходить Но На начальных Этапах Это будет Больше Больше Даже Они будут Учиться Хотя бы Даже просто Садиться на санки То есть Потихоньку По льду Держать Разновесие То есть Пока До боев на льду За шайбой Это будет далеко Бояться Сейчас пока Нечего Понятно Что Все равно Есть определенные Риски Риски Да Есть И риски Есть Что И травмы Бывают Но Во-первых Это дети Это все-таки Не взрослые Слэш-хоккей В взрослые Слэш-хоккей Там все по-другому Там даже новички Уже С травмами Выходят С льда На первых тренировках Руки Все в мозолях От этих От клюшек Вот Для детей Все равно Пока Я думаю Что все будет нормально Там дальше Посмотрим Да И здесь все будет Иначе На самом деле Потому что Во-первых Пока Учатся сидеть Пока Учатся передвигаться Тут навыки Сами собой придут И осторожность Сама собой придет И уважение друг к другу Все-таки Все же понимают Что все мы люди Всем нам может быть Неприятно Больно Обидно И все-таки Мне кажется Ребята будут ценить Уважать друг друга На спортивном поле На льду Кроме того Все эти риски Насколько я понимаю Из предварительной беседы С нашими гостями Будут Нивелированы И минимизированы Благодаря тренерам Которые будут С ребятами заниматься И волонтерам Которые также будут Следить И помогать Ребятам во многом Давайте с тренеров Начнем Что это за люди Как вы их нашли Какое образование Они имеют Наталья Ну На сегодняшний момент У меня есть Несколько кандидатов Я пока точно Со всеми Не определилась Но то что их будет Два тренера Обязательно Это 100% Все они имеют То есть на каждой тренировке Два тренера Да Это обязательно условие Как и то что Все ребята на льду На каждой тренировке Должны быть во всей экипировке Это обязательно То есть возвращаемся К вопросу безопасности Переждите Все предполагаемые Наши тренера Имеют образование Нашего Вятского государственного Университета Теперь По направлению Физическая культура И спорт Один из них На сегодняшний момент Еще является студентом Факультета адаптивной физкультуры То есть это то Что доктор прописал Что называется И конечно Чаша весов Склоняется Как одному из кандидатов В его сторону Ну На 100% Причем и он Свое согласие Уже заранее нам дал Замечательно Да Второй момент Это волонтеры Которые обязательно Будут присутствовать На каждой тренировке Потому что мы понимаем Что родителям тяжело Есть особенности Того что ребенка Нужно будет в эти сани Посадить Это раз Это все будет при помощи Родителей в том числе Или родители Мы хотим исключить Оставьте Дайте им возможность Без родителей Почувствовать себя Более самостоятельным Вот как настоящими Спортсменами Которые преодолевают Определенные трудности Это же прямо с первых занятий Это будет с первых занятий Но возможно Первая тренировка Будет какой-то нашей общей Чтобы родители Убедились Что-то за сани Потрогали Покатались с ребенком На льду Попробовали Вести с ним И при возможности И желании родителей Мы разрешим им Даже самим Усеться в эти сани И попробовать Как же это так Можно на них Передвигаться Вот Ну естественно Волонтеры уже В дальнейшем Будут вместе С тренерами Руководить тренировками То есть учить И помогать Детям Прежде всего Отталкиваться Держать равновесие Где-то может быть За спинку поддерживать И так далее Понятно Что Прежде всего На первых тренировках Ребята падают на бок Потому что Еще у них Не сформирован навык Держания равновесия В этих санях Потому что Они нелегкие Эти сани И как говорил Данила У них Два лезвия Но даже На этом Нужно научиться Сидеть А еще и Передвигаться По льду Но зато Когда у них Это получается Они как на байдарках На соревнованиях На соревнования Лавируют На сессии Детская слэш-хоккейная Лиги И сама Впервые Вживую Увидела Воочию Эту игру Ребят По слэш-хоккею Конечно Стояла с открытым ртом Смотрела Болела И это было Просто здорово Давайте Вкратце Обозначим Как будут Проходить тренировки Вот первое занятие Родители Приводят своих детей Своих дружайших Детей На занятия К тренерам К волонтерам Что происходит На первом занятии Конечно Первое занятие Это будет экскурсионное Я бы даже его назвала Дополнение небольшое То есть К этому занятию Уже готово Специальное оборудование Под каждого ребенка Это индивидуальная Экипировка По всем данным ребенка Индивидуальные сани Потому что Они бывают Трех размеров То есть Совсем маленькие Детские Напомню 7-14 лет Да Да И даже В этот период Ребята По возрасту Могут быть совершенно разные Как и 14 лет Не очень высокие ребята К которым подойдут Детские сани То есть По размеру Небольшие Так и ребята Там 80 лет Которые очень высокие И которым подойдут Допустим Средние Или даже взрослые сани Хочу сразу оговориться Что Благодаря детской Слэш-хоккейной леги Тульский завод Стал выпускать Эти сани У нас в России Класс Раньше Это заказывали Там я не знаю В США В Канаде Там в Швеции Те Кто занимается Этим спортом Являются Лидерами В этом направлении И они стоили Баснословных денег То сейчас Это достаточно Сумма снижена И более доступна Стала Это очень удобно По этому поводу Волноваться не стоит Главное Что качество А вот качество Не отстает Я думаю Что оно устраивает Как раз Для рабочих тренировок Если мы бы говорим Уже о профессиональном спорте О котором говорила Данила То там уже Совершенно конечно Другие сани И тут уже Индивидуально Под каждого ребенка А сейчас мы будем Учиться нам Достаточно И таких И это очень хорошо Что они есть И что они доступны Не надо ждать Доставки по 2-3 месяца И так далее И первая тренировка Конечно Это будет Ознакомительная Экскурсионная Уже на льду Уже на льду Конечно Все уже выйдут на лед Все уже Возьмут свои сани И Пусть и с родителями Но под четким руководством Тренеров Они попробуют Сделать свои первые Отталкивания На санях Ото льду Или просто Осидеть В общем У кого как получится То есть конечно Первая тренировка Это будет такая Репетиционная Уже со второй тренировки Главенствовать будут Только тренера Балантеры будут помогать А родители изолируются А родители будут Да Стоять пока в сторонке Ну конечно Мы их там Совсем за пределы Зала просить На первых тренировках Не будем Есть еще Особенности у детей Кто-то может быть Очень сильно привязан К мамам Особенно это ребята У которых Рассказывается Аутического спектра Им просто необходимо Чтобы была мама рядом Ну в таких индивидуальных случаях Все как бы решаемо И возможно И поэтому Тренировки будут проходить Два раза в неделю Времени пока точного Я еще сказать не могу Поскольку мы не знаем Какие ребята К нам придут Кто-то учится Вообще Образовательную школу Кто-то дистанционно И так далее У всех свои особенности Свои как бы Индивидуальные Такие потребности Поэтому мы постараемся Подстроиться так Чтобы было всем удобно Насколько я понимаю Уже после Нескольких первых тренировок Будет некое расслоение У кого-то что-то Будет получаться лучше У кого-то хуже Как раз в этом случае Безусловно Пригодятся несколько тренеров Да И Данила в том числе Насколько я понимаю Данила как раз Вам предстоит Взять на себя Ответственность над Более активными ребятами Которые быстрее всего Будут проходить Обучение Правильно? Ну Возможно Да Плюсом Все равно Не надо бы Хотя бы На практике Показать Первое движение Потому что Даже тренера С этим особо Не сталкивались То есть Они все Они все В теории Все знают А я хотя бы Покажу примерно На практике Что как это Делается Как происходит Вообще Выход на лед Как в санки Садиться Как пристегиваться К санкам Ну и как начать Отталкиваться И пытаться Что-то Я буду помогать По мере возможности То есть Тут как бы Да Надежда и опора Да И защита Да И перед эфиром Мы тоже разговаривали О том что Благодаря связям Данила Мы сможем Отправить тренеров И волонтеров Ознакомиться С действующей командой Где? Да В Удмуртию В Удмуртию Да То есть я разговаривал Буквально недавно С начальником команды В Удмуртия Вот И я сказал Что у нас открывается Детская команда И они И я сказал Попросил Можно ли Чтобы приехали тренера И воочию посмотрели Пообщались с тренерами На практику Получили практический опыт Получили практический опыт И Не отказали Вот еще и даже Порадовались наверное за нас И за вас За себя И за нас И за всех На самом деле Это большое достижение Которое делает И Киров Кировская область И Россия в целом То что вот мы так идем Навстречу Вперед Но это все таки За этим будущее Да Как раз заступим Да о чем вы говорили Да Наталья Да Обо всем этом Я уверена Что будет дальше Очень много разговоров И Киров здесь Впереди Опять Это очень радостно Время нашей программы К сожалению заканчивается Хотя очень много Еще хочется обсудить С гостями Итак давайте подрезюмируем Что приглашаем ребят Да Наталья 7-14 лет Да Ну и хочу оговориться Если есть ребенок Которому 6 лет 15 И они Эти ребята горят И хотят заниматься Хоккеем Мы не ограничиваем Возраст Пожалуйста приходите В детской слэш Хоккейной лиге Самый маленький Мальчик Который играет Ему 5 лет На сегодняшний день А он начал С прошлого года То есть 4 лет Было бы желание Было бы желание Да Мы пожалуйста Приглашаем Ждем Как с вами связаться Куда приходить Куда звонить Благотворительный фонд Это чудо Если вдруг Вы сейчас не запомните Телефоны Набирайте нас в интернете Наши телефоны 20 68 68 И 54 13 30 Меня зовут Наталья Я координатор Этого проекта Да Ну меня зовут Вера Власова Это была программа Сверой спорт Замечательная тема Сегодня была Хоккей и спорт Для особенных детей В гостях У меня была Наталья Петрова Это заместитель Директора Благотворительного фонда Это чудо Координатор проекта Мир хоккея Для особенных детей И Данила Кочкин Один из инициаторов В внедрении Создания Следж хоккея В городе Кирове И профессиональный Игрок в следж хоккей Уважаемые гости Спасибо вам большое Желаю вам Успешной реализации проекта Много счастливых детей Счастливых глаз И высоких достижений Спасибо вам Спасибо С верой в спорт